Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами читаем восьмую главу. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерша руку, коснулся его и сказал, Хочу очистись. И он тот час очистился от проказа. И говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей в освидетельство им. Когда же пошел он в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его. Прежде чем говорить о сотнике и о втором событии, Евангелие от Матфея насыщено событиями, которые связаны с Иисусом Христом и люди, подходящие к нему. Прежде чем говорить далее о нескольких здесь событиях исцеления тещи, мы увидим Петровой, и изгнание бесов, и исцеление слуги сотника, сказать необходимо, что же было с этим прокаженным. Мы видим, что этот человек, прокаженный, подходит к Иисусу Христу и говорит ему, если хочешь, очисть меня. Почему он говорит, если хочешь? В общем-то, скорее всего, как предполагают многие толкователи, этот человек был, когда Господь Иисус Христос произносил заповеди блаженства. И также этот человек был, когда Христос учил молиться народ, говоря им, произнося молитву «Отче наш», в которой есть такие слова «Да будет воля твоя». Иисус, услышав наверняка и запомнив эти слова «Да будет воля твоя», он подходит и как бы спрашивает у Господа, «Господи, а есть ли воля твоя, чтобы я был чист?» То есть он говорит, если хочешь, то есть твоя воля, очистись. И Христос показывает, что в этом его воля есть. Он не говорит, ну хорошо, да будет по воле твоей. Нет, все происходит по воле Божией. Поэтому Христос говорит, хочу очистись. И тот человек стал сразу чистым. Господь коснулся его. Эти люди прокаженные, они жили в отдельных местах. Для них были специальные поселения, куда они уходили. Они не могли сообщаться с людьми. На определенном расстоянии должны были кричать «Прокаженные, прокаженные», бить в колотушку, потому что болезнь была страшная, проказа. Она поражала человека от темени до пят, гноящимися ранами, смердящий запах. Все это у людей, которые встречались даже издалека с этими несчастными, вызывало такое отвращение. И вот этот прокаженный, слыша слова Христа, он понимает, что это не просто человек. То, что он говорит, так не может говорить простой человек. Единственная надежда, с содроганием души, конечно, он подходит. Он понимает, что закон запрещал подходить прокаженному к чистым людям. Но он набирается смелости и говорит «Господи», он обращается к нему «Господи, если хочешь, очисти меня». И Христос очищает его. Но говорит «Иди и никому не говори». Почему Христос говорит, что нельзя говорить об этом чуде? У нас иногда даже, мы знаем, что на приходах можно встретить. Приходишь, есть такая, где, например, есть прославленный святой, который имел отношение к тому или иному приходу или монастырю. Наоборот, даже есть такая, братья и сестры, если с вами произошли какие-то чудеса, связанные вот с этим святым, расскажите об этом. Вот даже записная книжка лежит, запишите. Но в этом случае Христос говорит «Нет, для этого прокаженного было не надо этого делать». Потому что Христос, будучи сердцевидцем, видел, что он впадет в грех тщеславия, что его исцелил сам Господь. И поэтому говорит «Тебе лучше помолчать». И далее мы видим другую историю, которую мы совсем чуть затронули, с пятого стиха. «Когда же пошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему «Я приду и исцелю его». Сотник, отвечая, сказал «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздороветь, слуга мой». Ибо я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов. Говорю одному «Пойди» и идет, и другому «Приди» и приходит, и слуге моему «Сделай то» и делает. Услышався, Иисус удивился и сказал идущим за ним «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику «Иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час». Такая история о сотнике. Кто такой этот сотник? Язычник, о котором сказано в Евангелии от Луки, что он даже построил синагогу, который, видимо, был празелитом. Возможно, был празелитом. Но он был военачальником или благотворителем, имел какое-то отношение. Разные есть толкования. Тем не менее, он был военачальником. И при встрече со Христом, это как бы ответ всем пацифистам, которые говорят о том, что Евангелие запрещает, евангельские заповеди запрещают брать в руки оружие, мы видим, что здесь ни одно слово Христос ему не говорит, что перестань воевать. А сотник — это человек, который командует сотней. Он сам говорит, что в подчинении имею воинов, и у меня есть в подчинении воины. Не ему не говорит Христос, передай воинам своим, чтобы они перестали воевать, ибо воевать запрещено. Не ему самому. Но он, наоборот, видит веру в нем. Такую веру, которую ставит в пример народу израильскому, которые считают себя достойными. Он ставит им в пример и говорит, не встречал я даже и в Израиле такой веры. Что же была это за вера? Такая сотник. Он говорит, я не достоин даже, чтобы ты, Господи, вошел под кровь дома моего. Он видит это состояние, которое соответствует первой заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Он тот самый блаженный, счастливый. Как мы говорили с вами, что нищий духом, можно перевести слово нищий, как счастлив, нуждающийся в духовном, ибо его есть Царствие Небесное. Он видел себя, потому что такой нищий. Нищий, он всегда нуждается. Вот он видел нужду. О ком он просит? Почему Христос говорит, такой веры я не встречал даже в Израиле? Не о себе даже просит. А о ком? О рабе, о слуге. Что такое был слуга в то время в языческой-то армии? Да ничего, ни что, в общем-то, товар, который можно было продать. Но этот человек настолько, может быть, и не слышал ее еще, эту заповедь, но настолько он и проникся, который мы читали в предыдущей главе, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с другими. Господь какой-то неведомой благодатью действовал на сердце этого человека. С точки зрения всех людей он был недостойным, но он себя считал недостойным, поэтому был и достоин того, что Христос внял его просьбы и исцелил этого слугу, о котором он просил, слугу своего, слугу сотника. Да, слугу его, слугу сотника. Итак, придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духом, словом, и исцелил всех больных». Видим здесь краткая история об исцелении тещи апостола Петра. Да, действительно, апостол Петр, как и многие апостолы, были женаты. В то время не было еще такого правила о неженатом епископате или монашествующих, это более позднее уже определение церковное для того, как говорит апостол Павел, если кто хочет полностью свою жизнь посвятить Богу, не связывая себя супружескими обязанностями, тот добудет апостол, то есть истинный посланник, истинный человек, служащий Богу и людям. Здесь же мы видим ситуацию, когда в дом сотника не входит, а говорит только, а в дом Петровой тещи входит. Мы можем представить себе, что это была за рыбацкая хижина, где жила теща апостола Петра. Ну, не хоромы далеко, рыбацкий домик, что там, как там пахнет в рыбацком домике, тоже можно себе примерно представить. Люди постоянно обрабатывают рыбу, лоят ее, возят ее на базар, такой перевалочный пункт между морем и базаром, рыбный этот запах, насекомые различные. Но Христос не чурается, потому что он благоволил к человеку. Он не смотрит на эти внешние обстоятельства, он смотрит на внутреннее состояние человека и входит в дом Петра и исцеляет тещу. Она же, тещу Петрову, она же в благодарность, как мы видим, встала и начала служить сразу. То есть она благодарит Бога за то, что он ее исцелил. Это нам очень хорошая подсказка. Я как-то за церковным ящиком спросил, а сколько, есть ли разница между молебными просительными и благодарственными? Говорят, есть. В каком соотношении? Ну, 90 просительные, около 10% благодарственные. Когда же настал вечер, к нему приносили, мы видим, Христос исцелил бесноватых, изгнал духов словом, исцелил больных. Да сбудется речение через пророка Мессая, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Почему Христос здесь использует этот текст, который, в общем-то, как многие истолкователи, его адресуют именно к смерти Христовой на кресте? Вот свидетель Златоуст объясняет это так. Цитата. Итак, он задается этим же вопросом. Почему здесь евангелист относит это пророчество к болезням? И отвечает. Или потому, что читал это свидетельство буквально, или хотел показать, что большая часть болезней происходит от душевных грехов, то есть от мысленных грехов, то, что мы не хотим исправлять, от чувственных грехов, ложного мистицизма, от умственных, ложного такого протестантского рационализма, восприятия Слова Божия. Так и говорит. От болезни происходят, от душевных грехов. В самом деле, если главное, сама смерть имеет своим корнем и началом грех, то тем более многие болезни, поскольку и то, что мы можем подвергаться болезням, родилась от греха. Конец цитаты. Далее мы читаем с вами 18 стих. Увидев Иисус, вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца своего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и представь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». Вот интересная ситуация. Подходит ко Христу один человек. Книжник написано. Но современный язык можно перевести «дипломированный выпускник», там, семинарии, академии, пожалуйста, магистратуры. И говорит, «Господи, можно я пойду за тобой? Я готов тебе служить». Но Христос ему отвечает такой метафорой. «Лисицы, говорит, имеют норы, и птицы гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Почему? Отвечает так. Потому что, видя помышление и сердце этого человека, он видит, что он хочет ему служить не ради служения Богу и людям, а ради своей выгоды. И этой метафорой он говорит, что у меня нет ничего. Нет ни дома, нет у меня никакого богатства, о котором думаешь ты, которое думаешь ты приобрести и получить от меня. Он хотел ему служить, но Христос его отвергает, потому что такое служение Богу не угодно, независимо от того, что он был книжник. Есть над чем подумать. И другой человек подходит к нему и говорит, «Господи, позволь мне исполнить, в общем-то, пятую заповедь, пойти и похоронить отца». Он говорит, «Нет, те люди, которых я призываю, но они не следуют за мной, и Бог промыслом своим видел, что эти люди не последуют за ним, что бы он для них ни делал, и как бы Бог ни старался, свою свободу воли они направили в другую сторону. Поэтому он называет их мертвецами. То есть они для Царствия Божия неживые. Пусть они сами справятся, говорит, с этой похоронной процессией. Почему так? Он видел своего ученика, сказано, что он был его ученик, что если он пойдет туда, то печаль по умершему отце, забота о что есть, и что пить, и что одеться, может быть, даже для своих братьев, она поглотит его полностью, и он уже не вернется к нему. Поэтому он говорит, они сами там справятся и похоронят отца, справятся с поминками, все сделают, но ты следуй за мной. И мы читаем далее. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрылась волнами, и он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им, что вы так боязливы, маловерные, потом встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же удивились и говорили, кто это, что и ветры и море повинуется ему. Почему Христос спал? Святитель Иоанн Златоуст отвечает на этот вопрос так, цитата, поэтому он и спит, давая им, ученикам, время, испытать страх и заставляя их сильнее почувствовать происходящее. Он попускает бурю, чтобы через спасение они сильнее почувствовали его благодеяние. Конец цитата. То есть Господь испытывает их, поэтому он говорит им, маловеры, неужели думаете, что я вас брошу, если я вас призвал? Так и к нам Господь обращается маловеры, неужели впав в какую-то бурю житийскую, клеветы, различные страсти, неужели вы думаете, что возвах ко мне и избрав вас когда-то, я вас оставлю? Нет. Так и сказано у пророка Ветхого Завета, если даже родная мать оставит тебя, я тебя не оставлю никогда. Далее. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватых, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так, что никто не смел проходить тем путем. И вот они кричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас? Сдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же припобежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватым. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Такая история. Бесноватый. Его Христос исцеляет. Они просят, чтобы войти бесов в свиней, потому что любят всякую, где нечистота, там и бесы. Христос позволяет им войти в свиней. Они бросаются с этой кручи, тонут в море. Этим самым Христос показывает, насколько они злы, насколько они желают погибели человека. Но человек, в отличие от животных, он имеет разум, поэтому так или иначе способен сопротивляться, сопротивляться страстям. Он сказал им, идите, и они вошли в свиней, и все стадо, как сказано, погибло. Но вот интересная история дальше, что пастухи, увидев это все, побежали в город и сказали, что произошло. И вот весь город восходит навстречу Христу. Выходит навстречу Христу и просили его. Казалось бы, напрашивается слово, как сотник просил его об исцелении, как прокаженный просил, как вошел он в дом, как его просили многие войти к ним в дома. Нет. Эти люди не просят, чтобы он вошел к ним в дом. Они наоборот выходят к нему навстречу и просят его уйти. Почему так? Им стало жалко не того человека, который был мучен, и они радовались не за него. Им стало жалко, что они потерпели убыток. Убыток. Потерпели убыток, когда Христос рядом с ними. В нашей жизни христианской, люди, которые считают христианами, может быть нечто подобное. христианами, мы видим, что мы терпим какой-то материальный убыток, то по маловерию своему некоторые даже так без страха Божия делают это и говорят Господи, зачем впадают в отчаяние и уподобляются этим людям, которые пожалели свиней. Им больше жалко свинства, и они хотят, чтобы отошла от них святость Христова. Вот что по этому поводу пишет свидетель Анзлатоуст тот же. Вот смотрите, цитата. «Для чего Христос исполнил прошение демонов, которые просят его, чтобы войти в свиньи? Он сделал это не потому, что убежден был ими, но по многим премудрым целям. Во-первых, чтобы освобожденным от них показать, как велик вред, причиняемый этими мучителями. Во-вторых, чтобы всех вразумить, что бесы без его позволения не смеют прикасаться даже и к свиньям. В-третьих, чтобы дать понять, что бесы гораздо более жестоки, жестоко, нежели со свиньями, поступили бы и с людьми, если бы они в таком несчастье не удостаивались великого промышления Божия. Потому что всякому известно, что бесы ненавидят нас более, нежели бессловесных животных. В-четвертых, чтобы погибель свиней убедила всех, что бесы вышли из этого человека. Но эти люди просили отойти Христа от их пределов. Вот что пишет еще один из церковных писателей. Цитата. Тот город, где встретил Господа, просили, чтобы он отошел от пределов их, является собой образ синагоги, которая не захотела принять Господа и Спасителя рода человеческого, даже увидев его божественную силу. И он вернулся в свой город, потому что отвергнутый синагогой пришел к своей церкви, которая в подлинном смысле называется Градом Христовым. И тогда они попросили Господа отойти от их пределов. Давайте же будем смотреть, как бы вдруг и среди нас не нашелся тот, кто неверующим умом принудит Господа уйти от пределов его души, потому что Святой Дух, как написано, избежит учения и не живет в теле погруженном в грехи. Конец стат. Так пишет. Такая история, такие события. И действительно, давайте не будем смотреть, давайте будем, говорит, смотреть, как бы вдруг и среди нас не нашелся тот, кто неверующим умом принудит Господа уйти от пределов души. Тогда погибель. если Господь не будет в нашей жизни на первом месте, как и закон Моисеев, я Господь Бог твой, да и не будет тебя других богов. Другие боги, это не значит только идолы языческие. Другие боги, это и сребролюбие, и славолюбие, и чистолюбие, тщеславие, гордость, самомнение, блуд, пьянство, нечистота. Вот боги, которые стараются встать впереди Бога, почитание и поклонение Ему. Если это будет так, то Бог не на первом месте. Итак, на первом месте Бог, я Господь Бог твой, да и не будет тебя других богов. Далее, как расположен закон Моисея, почитай отца и мать, не прелюбодействуй, не лжи свидетельствуй, а потом все остальное. Это будет в нашей жизни так. На первом месте Бог, потом семья, чтобы правильно научиться любить ее у Бога, а потом все остальное, карьера и прочие вещи. И тогда Бог не будет изгнан из пределов нашей жизни, а будет с нами всегда, да будет это со всеми нами. Аминь.